Мы же вернемся к девочке Латковой. Мальчик, почему-то пишут, все говорят, Амерзаев, Амерзаев, а вот сравните. Значит, Латкова получила три года, ну, правда, зачтены там 10 месяцев домашнего ареста. Амерзаев все мне говорят. Мы продолжаем разговоры Латковой, Александре Латковой, студентке, которая стреляла в метро, стреляла в Белоусова и еще одна тюркская фамилия, которую я не запомнил. И ей дали три года, интернет продолжает кипеть, пресса тоже. Тверской суд выступил с разъяснениями. Тверской суд объяснил, что она, во-первых, применяла оружие в момент, когда никакой угрозы ей непосредственно не было, ее близким не было. Она применяла оружие, скорее, с чувством мести или раздражения, с целью наказания. Стреляла в корпус? Стреляла в корпус, не доложила про себя, должна была написать на себя заявление сама о применении оружия, это закон об оружии. Пыталась избавиться от оружия, скрылась с места происшествия и так далее, так далее, рассказал Тверской суд. Вот мне пишет человек, который говорит, что, секундочку, что он знает этих людей, и он говорит, что они просто спросили мента, спросили мента, который рядом стоял, что вы стоите, а он ответил, разбирайтесь сами. Ну, они и уехали. Они его спрашивают, мента вот этого, стажера, который был, он говорит, ну вы-то что, стоите-то просто. Он говорит, а вы сами разбирайтесь. Ну, они, говорит, поезд подошел, они сели да уехали. Ну, потому что им сотрудник МВД сказал, разбирайтесь, ну что. Да, вот вызывает еще много вопросов, почему... Сотрудник МВД довольно странный, согласись. Тут никак не... Ну, и дальше, и дальше у всех вопрос. Хорошо, а давайте сравним с Мерзаевым. А с Мерзаевым можно сравнить? Алло, здравствуйте. Добрый день, Сергей Павел. Здравствуйте. Да, Павел. Вы знаете, на мой взгляд, сравнение абсолютно корректное, потому что вне зависимости от того, кто чем размахивал, кто что использовал и так далее, есть некие последствия. Мерзаев лишил жизни. Да. Девушка нанесла тяжкий вред здоровью, но как бы человек жив. Да. Вот, при этом, соответственно, у него есть шанс того, что тяжкий вред здоровью он потом, ну, ликвидирует, там, вытащит ту боль или что-то. Да. Соответственно, почему за менее тяжкие последствия более тяжкое, как бы, наказание? У меня вообще складывается, честно говоря, такое впечатление, что уже вот на почве вот этих юридических тонкостей, которые там начинают объяснять, там, мотивы, положение рук, ног, там, еще чего-то, уже просто рехнулись. Потому что, извините, любое действие на самом деле ты должен как компьютер просчитать, там, матрицу и хрен. Ну, это невозможно, согласитесь. Как вас, Сергей зовут? Павел. Павел, простите, Павел. Павел, вы знаете, что для меня, мне кажется, обидным и неправильным? Дело в том, что женщина априори слаба. И мне кажется, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Нет, подожди сюда. Абсолютно важно, абсолютно важно, что женщина должна иметь, мне кажется, женщина должна иметь право на отпор, превышающий, то есть, понятно, да, у нее чувство опасности выше у женщины, в силу ее слабости. Да, понимаете? Потому что, допустим, вот это вот там ребята, которые, ну, оппоненты ее там, знакомых были, да? Да. Вот мне очень интересно, судья голову на плаху положит за то, что, допустим, эти после того, как отметели ее знакомых, ее там, пардон, не изобьют, не убьют, не изнасилуют, еще-то что-то там. Конечно, Павел. Вот, извините, почему я должен ждать, пока меня убьют для того, чтобы обращаться в милицию или, соответственно, доставать ножи. И больше того, мы с вами, мы с вами, мы с вами дрались, дрались, ну, в смысле, по жизни мы же дрались, и мы примерно можем на скидку оценить. Вот там кто-то перед нами начинает прыгать, что-то такое, как муха по стеклу, да? Мы точно понимаем, мы точно понимаем, что это просто задрыга. В некоторых случаях левую руку опустишь, прикроешь между ног, так, прикроешь, на случай удара, просто, ну, так, прикроешь, и дальше улыбаешься. То есть мы оцениваем, оцениваем, а женщина... Я даже по-другому оцениваю, по большому счету, что, извините, на меня кто-то движется, я знаю, что я, например, там, не боец, вот в нормальном таком понимании, да? Вот, я достаю трубу, даю по башке, потому что я не хочу себе неприятностей. Ну да, но женщина априори слабее, она должна иметь... Да, прошло. Значит, вот я не могу понять одной простой вещи. У меня в голове отложилось, что некоторое время назад, ну, может быть, достаточно большое время назад, там, относительно, значит, очень массово, посредством массовой информации проходило, что то ли в результате постановления Верховного суда, то ли человеку не какой-то законодательный акт, что, наконец-то, не будут учитывать превышение степени обороны в случае там чего-то. Было и забылось. Было и забылось. Такое впечатление было. Очень интересно было бы вообще понять. Это правда, это правда, это правда. Слушай, сейчас я, Аношка, Настя, я сейчас за тебя сыграю. Давай. Я думаю, ваш брат Бобец, ваша сестра Бобенка, она в силу своей слабости должна иметь право, в том числе юридически оформленное, на превышающую самооборону, на оборону, на оборону, на ответ, оборонительный ответ, существенно превышающая, поскольку она не в состоянии оценить, понимаешь, она не в состоянии оценить степень, степень опасности. Хорошо, хорошо. Понимаешь, Валерий, смотри, 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 вот ты на меня замахнулась, но я улыбнулся. Ну, ты на меня замахнулась еще как-то, нога пошла, но я прикроюсь снизу. Ну, я продолжаю улыбаться, продолжаю улыбаться. Я особо-то не парюсь, понимаешь, когда ты на меня замахиваешься. В целом это правильно. Теперь я на тебя замахиваюсь. Ты должна иметь право отстрелять. В целом правильно. Потому что я сильнее априорно, понимаешь, нет? В целом правильно, но моментально возвращаю вам опасность. Вспоминаем женщину, которая плохо припарковала автомобиль, помните, на противоположной полосе. Они подошли, стали делать замечания, как она разговаривала, что она говорила, это тоже женщина. Ну что, ну что, делайте так, чтобы они ушли. Вот эти вот, вот такого типа. Безумная курица, но она не представляет опасности физической. Безумная курица не представляет. Только дайте ей право. Право стрелять. Стрелять или там бить мужчин без последствий. И вообще она начнет стрелять. То есть женщина тоже очень разная. Понятно, что есть действительно такие... Я не понимаю сравнения с Мерзаевым. Или по ней... Он разве, он стрелял в упор, но вообще совершенно не... Он не стрелял, он не стрелял. Но он бил, обладая навыками, убийственными навыками. И он расстраивался, и очень ему нравится, что он убил. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Да, алло. Ах, сорвался. Смотри-ка, у меня вот здесь вот есть... У меня просто солнце, к сожалению, на экран, на котором у меня СМС. Поэтому мне... Ну вот. Трибуну можно в защиту женщины? Говорит, 88-й. Тогда звоните, 88-й. Послушайте. А вот сестра... Секундочку. Сестру в подъезде избивали женщины. 60-й пишет. Сестру избивали женщины. Она перочинным ножиком задела легкая обидчица. То есть обидчицу била ножом, отбиваясь. Осудили по 111-й нанесение среднего вреда здоровью на два года. По УДО вышло через год. Но отбивалась. Значит, мне кажется, самая дурацкая тема в том, что когда ты отбиваешься, ты должен быть готов, что ты спасаешь собственную жизнь, но ты не спасаешься от русской тюрьмы. Понятно, да? То есть ты, когда ты отбиваешься, ты, да, спасаешь собственную жизнь или жизнь близких, но ты точно понимаешь, что тебя все равно за это могут легко посадить. Понимаешь? Вот такова специфика правоприменения в России. Ну и вот... Надо просто это знать. Почему все это обсуждают? Потому что всем это кажется несправедливым. У меня в том числе. Это не мне кажется справедливым. А я считаю, что как только мои личные границы приступили, я имею право на все, что угодно. Ты покупаешь утюг. Да. Ты изучаешь правила пользования. Да. Хорошо. Изучаю. Утюгом. Да. Скороваркой, плитой, чайником. Скажем, изучаю. Изучи правила пользования Россией. Правила пользования России таковы. Если тебе угрожает, правила пользования России таковы. Правила пользования не были спущены нам сверху божествами. Они были написаны... Правила пользования точно были написаны не нами. Никогда народ не участвовал в сотворении русской истории, кроме бунтов. Никогда народ не привлекался к творению истории. Ни юридического поля, вообще никакого. Народ здесь получает именно сверху все, в силу феодальной природы России. Правило пользования Россией. Одно из гласит, ты можешь защищать жизнь свою и близких, можешь. Жизнь, достоинство, здоровье можешь защищать. При этом ты должна быть абсолютно готова, что ты за это сядешь. Ты должна быть абсолютно к этому готова. В этом нет ничего неудивительного, абсолютно удивительного. И это, скорее всего, состоится. Вперед, защищайся. Понятно, да? Это правила пользования, но ты должна их просто изучить. Надо их просто понимать. Они таковы. А может попросить дядю, который нам все пишет, поменять правила, нет? Он не поменяет, потому что он живет по другому правилу. Он живет по другому правилу. Господин всегда может убить холопа. Он живет по другому правилу. Феодальному же. На него же не распространяются наши правила. Он живет по правилу. Господин всегда может убить холопа. а господину за это ничего не будет. Понятно? Поэтому, когда ты начинаешь ему свои правила подсовывать, ему не до этого. Он занят судьбами страны, а не всякими вашими хреновыми правилами. Дать возможность холопам защищаться. Холопам нельзя дать право защищаться. Нельзя дать право защищаться. Потому, конечно, нет. Я тебе объясню, почему. Потому что они станут самостоятельными тогда, холопы. Они станут самостоятельными. Они станут самостоятельно принимать решения. И это абсолютно вредно для феодального господина. Поехали дальше.